Добрый день, господин. Добрый день. Снова пару вопросов от Винсполщан. Датса спрашивает, как изменится дошкольная программа со вступлением в силу проекта Школа 2030? Действительно ли детей не будут готовить к школе, как раньше? Нет, ну готовить будет, чтобы ребенок мог в первом классе уже учиться, умея читать достаточно быстро какие-то упражнения делать в аритметике. Но там меняется как бы сам этот процесс обучения. Это как бы через игру не изубрировать, а понять. Так сформулировано. Программа эта новая начинается в детских садах с 1 сентября этого года. Это государственная программа, это не самоуправление делает. А через год, 20-й год, 1 сентября, первый класс, 4-й, 7-й и 10-й. Это программа. Посмотрим, что из этого получится. Житель на форуме обрушивается с критикой. Пишет, что в Винсполсе сокращение населения, учитывая, что многие из официальных 40 тысяч уехали, то у нас на самом деле жителей 1025. Спрашивает, как вы до того довели город, что никто особенно не рвется сюда жить? Ну, это ложь, 25, это при том доказуемо. У нас дошкольных, в детских садах, плюс в школах, учеников физических, почти 6 тысяч. Плюс почти 12 тысяч пенсионеров. То есть это в возрасте до 19 лет и в возрасте после 65. И если суммировать 6 и 12, это 18 тысяч. Так что у нас больше никого нет. Так что нет, нет. У нас реально в Винсполсе это около 20 тысяч работающих. Так что эта цифра как бы логично доказуема. Но то, что сокращается количество населения, это так. Потому что в Латвии, в Винсполсе, рождаемость больше умирает, чем рождается. Из-за того, что в среднем на одну женщину рождается не 2,3 ребенка, а сейчас 1,7 ребенок. Ну тут меня упрекать, что у женщины в среднем 1,7, а не 2,3 ребенка. Ну, наверное, как-то не очень по адресу, я так считаю. Кроме того, конечно, общее количество населения в Латвии сократилось на 750 тысяч. И мы тут никакое не исключение, потому что в Винсполсе такие же люди, которые желают жить лучше и уезжают работать и в Англию, и в Германию, и во Франции. И это общая тенденция. И во всей Латвии количество населения увеличилось только в тех, значит, краях рядом под брюхо Риги. Это Гаркалне, это Марупе, это Саласпилс и тому подобное. Это где-то штук 10. Все. А остальная Латвия, включая Ригу, она с отрицательным количеством населения. Рига сократилось население где-то на 250 тысяч. И этот процесс будет продолжаться. И тут ничего. Это называется анорексия. И шансов, что наши женщины будут рожать не 1,7 среднего ребенка, а 2,3, я как-то не очень большой оптимист. Арнис спрашивает о госфинансировании для спортивных объектов. Он слышал, что в случае Винсполса речь идет не об одном бассейне. Дело касается нескольких проектов. Как обстоят дела? Мы лишимся возможности осуществить еще какой-то проект? Да, у нас заключен уже договор с Министерством образования, где они обязуются нам выделить на этот год 1,5 миллиона евро. Главное финансирование это разработка технического проекта плавательная бассейна. Там договор заключен и технический проект разрабатывается. И сумма, которую надо платить в этом году, она известна. Остальные деньги предусмотрены для модернизации национальных спортивных баз Латвии, которые находятся в Винсполсе. Это баскетбольная, это стадион, трибуны, это тяжелая атлетика, где наши олимпийцы, чемпионы Европы и мира тренируются. Ну, если не будут эти деньги, кое-что мы тогда делать не будем, но там, где начато финансирование, мы это продолжим. Вот в баскетбольном есть тренажерный комплекс, который используют и в Минсполске баскетбольный клуб, и футбольный клуб, и национальные сборные, которые здесь тренируются, так и далее. Ну, там работы почти завершены, так что не будет денег государственных, мы профинансируем от самоуправления. Ну, а плавательный бассейн, наверное, придется заморозить, пока наступят более разумные времена. И в заключение, совсем коротко, Аня пишет, скоро будет субботник по посадке подснежников. Другие традиционные субботники в этом году состоятся, например, посадка деревьев? Да, будет субботник посадки деревьев, мы будем в двух внутренних кварталах многоэтажных домов в Парвинте сажать деревья, будет субботник по скворечникам будем в детском городке на левом берегу строить вместе с детьми подснежники вот в это воскресенье в 11 часов. Так что у нас все эти благородные субботники, воскресники будут, но мы убирать мусор за место владельцев земли не будем, потому что у каждой куска земли, квадратного места есть владелец, и он отвечает, что этот кусок земли был чист. И не обязаны мы за кем-то ходить и убирать мусор. Будем беречь природу. Спасибо за ответы. Всего доброго. До свидания.